Свободное падение тел Каким законам он происходит Итак, впервые этим вопросом занялся Галилей Однажды, такая справка историческая, однажды среди жителей города Пиза в Италии пронесся слух, профессор Галилей будет прыгать в башню Вы слышали, да? Есть в Италии такая башня, падающая Так вот, почтенный профессор действительно поднялся на эту башню, высота которой 60 метров Но прыгать, конечно, с нее он не стал У него были совсем другие задачи Он занялся тем, что стал бросать в башни чугунные шары Чугунные, каменные, самых разных размеров И взял наблюдение Как же они будут падать? Оказалось, что от массы не зависит От размеров шары самых разных размеров Все они падали одинаково То есть на Землю падали приблизительно через один и тот же промежуток времени И тогда, исходя из опытов, поставленных Галилеем Можно было сделать вывод, что скорость свободно падающего тела не зависит от массы тела Это доказал Галилей своими опытами И тогда давайте посмотрим такое определение Свободным падением называется движение тел под действием силы тяжести Да, действительно, именно под действием силы тяжести все тела устремляются к земле Падают вниз не вверх, а вниз Это движение будет называться свободным И далее Тела падают на Землю с одинаковым ускорением Так как на тело действует сила Значит, оно должно двигаться ускоренно Правильно? Мы с вами, согласно второго закона Ньютона Выяснили это Под действием силы тело движется с каким-то ускорением Так вот, ускорение вот такого свободного падения Или свободного движения обозначается буквой И для земли в любой точке оно одинаковое Уточнение, конечно, исключение и так далее Это существует, но в общем мы принимаем таким образом Итак, ускорение свободного падения Обозначается буквой Буквой G Мы с вами уже выяснили Вот это вот Сверху ставится стрелочка Которая указывает на то Что мы имеем дело С векторной величиной Среднее значение Ускорение свободного падения Для Земли 9,8 Вот у нас G 9,8 метров в секунду в квадрате Мы можем рассчитать ускорение свободного падения Для любой планеты Не только Земли Если мы воспользуемся вот этой формулой Где M большое Это масса планеты Любое Это Луна Будет Марс Все что угодно И R радиус планеты R в квадрате А это Гравитационная постоянная Которая является постоянной Для солнечной системы Для нашей галактики Ну дальше пока заглядывать не будем Понятно, да? Такие вот формулы у нас с вами Итак Законы свободного падения Три варианта рассматриваем Когда Начальный момент Скорость тела Равнялась на углу Когда То есть тело падает с какой-то высоты Ну со стола у вас падает, да? Когда тело движется вертикально вверх С какой-то скоростью Вы подбросили мяч вверх И третий случай Когда тело падает с какой-то скоростью вниз То есть вы находитесь на какой-то воздушенности И вертикально вниз С какой-то скоростью это тело Заставили двигаться К земле Так вот В первом случае Высота Расчет высоты Будет происходить Вот по такой формуле Где Ж Умноженное на Т в квадрате Деленное на 2 Это у нас Расчет высоты Через любой промежуток времени После начала падения Секунда прошла 2-3 Мы можем рассчитать С какой высоты Упало тело Сколько пролетело тело Да Решили измерить Высоту Ну Моста Вы находитесь Засекаете Время В течение которого Падало тело И рассчитываете Ага Вот оно Жизвестно 9,8 Летело там 2 секунды И деленное пополам И рассчитали Да Если я округлю до 10 10 на 40 Получается 400 Пополам Вот 100 метров Вот какая высота Большая Да У моста И скорость Таким же образом Мы можем рассчитать В будет равняться Ж умноженное на Т А вот если скорость Была начальная То тогда у нас Появляется Вот Эта величина Где В нулевое Умноженное на Т Минус Говорит о том Что Против сил Гравитации То есть вверх Мы бросили Это минус Вот тут появился У нас с вами И мы рассчитываем Тогда скорость Извините Высоту На которую там Поднимется тело Брошенное вертикально Вверх Вы тоже засекаете время И рассчитываете Для этого нужно знать Начальную скорость Скорость В момент достижения Положим В верхней точке Можно рассчитать Опять же Если известна Начальная скорость И Ж У нас Постоянно Известно Время Везде нужно Практически Только время То же самое И для тела Падающего Вертикально Вниз С какой-то Скоростью Только значок Будет Плюс К скорости Которая была У вас Прибавляется Вот эта вот Величина Все Вот скорости Которая у вас Была Прибавляется Вот эта Величина ЖТ Ну и здесь Естественно Коэффициентики Вот и все Это то Что вам нужно Для расчета Задач При Расчете Высоты Свободного Падения И скорости На этом Мы с вами В принципе Все рассмотрели Желаем Успехов Всего доброго